Валерий Седов Всех посчитали. Рейтинг управляющих компаний формируют сами жители. В гостях у Юлианы. Рязанский цирк приглашает на сказочное тропик-шоу. Сроки новоселья в доме 47 по улице Пушкина снова сдвинуты. Напомним, этот дом пострадал в результате взрыва газа в марте прошлого года. Администрации города было принято решение капитально отремонтировать здание, но все работы подрядчик рассчитывал завершить до конца января. Но сроки снова сдвинулись по объективным причинам. Принципиально с момента последней встречи с представителями городской администрации для жильцов дома по улице Пушкина ничего не изменилось. Здесь уже укрепили фундамент, восстановили стены, провели абсолютно новые инженерные коммуникации. Все восстановительные работы завершили в конце прошлого года. Отделка квартир на финишной прямой. Но в целях безопасности провели еще одну экспертизу. Ее результаты сроки окончания ремонта немного сдвинули. На сегодняшний день ситуация следующая. По первому подъезду планируется все квартиры под ключ сдать 6 февраля. По второму подъезду, где непосредственно произошло обрушение и взрыв, квартиры планируется сдать до 22 февраля. Задержка произошла по причине выявления дефектов в несущих конструкциях стен данного дома. Так как материал, из которого дом построен, это шлакоблок, в некоторых местах уже не пригоден для эксплуатации, было принято решение о проведении дополнительных работ по усилению несущих конструкций. Усиление несущих конструкций – это установка дополнительной армированной сетки, укрепляющей стены. Кроме того, здесь все заново оштукатурили и поклеили обои. В самих же квартирах все уже готово, и февраль уже точно станет для их собственников последним месяцем ожидания. С точки зрения безопасности и энергоэффективности, дом будет соответствовать самым современным стандартам. Опубликован рейтинг управляющих компаний за 2023 год. Для его составления использовали данные Управления энергетики и ЖКХ, областных госжилинспекций и Минцифры. За основу брали оценки жителей домов, опубликованном в системе «Открытый регион.62». В списке 97 мест. На последнем расположился ООО «Молодежный». Рейтинг отрицательный – аж минус 321 балл. Оценку сформировали сами жители дома. Под началом этой управляющей компании 89 многоэтажек. Отрицательный балл в целом набрали 17 представителей услуг. В противовес им – лидер рейтинга ООО «УК Мервинский» – 747 баллов. Такой итог голосования жителей города. В течение года критерии оценки менялись, дополнялись новыми параметрами. Задача – простимулировать управляющую организацию. То есть оперативно решать проблемные вопросы жителей через социальные сети, проводить общие собрания в онлайн-формате, размещать информацию в КИС ЖКХ. Активнее участвовать в рейтинговании призвал и губернатор Павел Малков во время прямой линии. Мы предложили управляющим компаниям подключиться к системе инцидент-менеджмента. Ну и значит, что управляющие компании будут видеть все жалобы в соцсетях по себе и по своей территории. Ну и смогут оперативно на них реагировать. Вот сейчас уже 32 управляющих компаний работают в этой системе. И 5 сейчас еще проходят оформление и подключение. Также глава региона отметил, что в работе управляющих компаний правительство региона наводит порядок. В частности, госжилинспекции все чаще проводят проверки по обращениям граждан. Как сообщили на портале «Открытый регион 62», участие в рейтинге стимулировало управляющей компанией улучшить качество оказанных услуг и наладить оперативную связь с жителями. Благодаря изменению подходов к работе, некоторые управляющие компании, замыкающие рейтинг по итогам первого квартала, стали лидерами по итогам года. Ежегодно в феврале в село Пушкаре стекаются паломники. Причина – в одной из главных святынь местного Никольского храма. В чтимом списке ватопецкой иконы Божией Матери от рада и утешения. В день, посвященный чествованию этого образа, божественную литургию в храме совершил митрополит Рязанский Михайловский Марк. В Пушкаре – небольшое село в Михайловском районе. Оно вытянутое с севера на юг вдоль русла реки Большая Липовица. А главной достопримечательностью местные называют Никольскую церковь. Это теперь здесь возвышается красивый каменный храм. А первая церковь была освящена здесь в 1848 году. Деньги на реконструкцию собирали силами прихожан. И уже в 1901 году храм был перестроен в камни. Осветили ее во имя святого Николая Чудотворца. Внутри – дорогой и красивый иконостас и художественная живопись на стенах. В годы советской власти церковь использовали как зернохранилище. И вернули ее верующим только в 1989 году. Но главная достопримечательность осталась нетронутой. Икона Божией Матери от рада и утешения. В 19-м, в начале 20-го века на горе Афон работала иконописная мастерская. Здесь создавалось большое количество образов, которые расходились по всей Руси. Икона в Пушкарях – одна из них. Когда храмина, в которой икона пребывала, была разрушена, икону забрала будущая игуменья Варвара и хранила ее. Хранила до тех пор, пока не получила весть от Богородицы построить здесь келью для иконы. И в эту келью, в этот храм принести икону Божией Матери. И это событие совершилось 25 лет назад, в декабре минувшего, ушедшего года. С этим образом связано множество различных чудесных случаев, череда которых не прерывается по сей день. Сельчане говорят, что уже само по себе чудо, что образ уцелел до наших дней. И считается, что пребывающая в приходе монастыря икона и осталось подтверждение того, что она дарует всем, кто к ней обращается, от раду и утешения. В Рязани оперативники уголовного розыска раскрыли серию краж со взломом из супермаркетов и грабеж. Подозреваемый уже задержан. Подробности далее. Вот так, по-простому, даже в чем-то негодуя, мужчина рассказывает, что вынес из супермаркета. И только в одну из входок. Всего их было четыре, говорят полицейские. Обращение поступило в конце января. Дескать, некто проникал в сетевые супермаркеты на улицах Зубковой и Крупской. В ночное время неизвестный взломал входные двери магазинов, заходил в торговые помещения и похищал товар на материальной ценности. В основном сигареты и дорогостоящие спиртные напитки. В одном случае во время кражи из магазина на улице Зубковой по сигналу сигнализации на место прибыли сотрудники ЧОП и буквально столкнулись с похитителем в дверях, но тот сумел от них убежать. В другой ситуации оперативники уголовного розыска, обследуя территорию около пострадавшего магазина, обнаружили импровизированный дальник с похищенными товарами. Вероятно, злоумышленник спрятал их, намереваясь забрать в дальнейшем. Полицейские пришли к выводу, что преступление совершил один человек. Лицо он прятал под маской, на голову надевал капюшон. Однако в одежде неизвестного была одна броская деталь, по которой оперативники его и вычислили. По своим каналам они выяснили, что одежду с такой приметой носил 28-летний местный житель. Кстати, ранее судимый за кражу и разбой, к тому же склонный к употреблению наркотиков. Задержали его в квартире приятеля. Мужчина дал признательные показания. Следователями отделов МВД России по Октябрьскому и Московскому районам Рязани возбуждены три уголовных дела по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» и уголовное дело по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж» с перспективой соединения их в одно производство. В качестве меры пресечения злоумышленнику избрано содержание под стражей. Проводится расследование. Оперативники узнали, что мужчине просто нужны были деньги. Вот и решил заняться кражами. Входные двери он взламывал зубилом, проникал внутрь и забирал табак и алкоголь. Добычу прятал невдалеке, а после возвращался за ней на такси. В дальнейшем украденное употреблял сам и угощал приятелям. Теперь же придется посидеть без этих маленьких радостей жизни. Рязанский цирк представляет новую программу. Тропик-шоу – это представление, где есть абсолютно все – от воздушных гимнастов до экзотических животных. Премьера прошла 3 февраля при полном аншлаге. Воздушные гимнасты под куполом цирка и на батуте. Акробаты на роликах и эквилибристы на першах. Представление начинает завораживать с самых первых минут. Среди артистов – лауреаты Международного циркового фестиваля в Корее. Причем некоторые из них совмещают сразу несколько профессий. Как, например, Святослав Колыхалов – воздушный гимнаст и дрессировщик тропик-шоу. Я приезжаю в гости на гастроли. На тот момент еще моя мать была руководителем. И они так инсценировали такой момент с крокодилами. Вместо меня работал брат на тот момент. И вот что-то как будто ему поплохело, стало плохо. Он не может идти, говорит, срочно одевайся, давай. А я уже там почти год не работал, вообще на манеж не выходил. Я такой на меня смотрю, уже надевают костюм, уже все, меня нарядили, все, выпнули на манеж, иди работай. Я на автомате отработал и все. И по новой меня цирк затянул. Каждый из артистов буквально живет работой. Все номера выполняют без страховки, что говорит о высоком профессиональном уровне. Выкладываются на полную и пушистые артисты цирка. Всего на арену выходит более 50 животных. Среди них есть и весьма экзотические – удавы, питоны, крокодилы, дикобразы, еноты, носухи и звезда манежа – бегемот Юлианна. Дорогие друзья, обратите внимание, какие у Юлианны, маленькие кошки. Она не слышит ваших аплодисментов. Покорит сердца зрителей номер с дрессированными бобтейлами и французскими баллонками. Причем, по словам дрессировщицы, тренировать староанглийских овчарок – задача не из простых. Они довольно-таки упертые собачки, но если чему-то их научишь, они это делают с удовольствием. Они заранее слышат музыку уже, может, даже вы заметили, они даже раньше моей команды уже бегут, они знают, что делать им. Ну и какой же цирк без юмора? Искусство без слов и интерактив со зрителями. Улыбки на лицах и искренний смех для артиста-клоунады – лучшая награда. А вообще в арсенале «Тропик-шоу» много неожиданных сюрпризов. Цирк, прям вот цирк, цирк. Воздушные гимнасты были необыкновенные, костюмы сказочные. А Египет со всеми вот этими, особенно верблюдами. Ей, наверное, скорее всего, больше всего собачки понравились. У нас самих собачки. Так бы подрессировать бы. Очень хороший цирк, интересный. Мне понравилось, как еще животных выпустили. Вообще никогда такого в жизни не видел. Верблюдов никогда не видел. Представления продлятся до 25 февраля. Приобрести билеты можно в кассе цирка или онлайн. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». 3 февраля на биатлонном комплексе «Алмаз» прошли спринты в рамках четвертого этапа Кубка России по биатлону «Мастерс» для спортсменов старше 35 лет. 4 февраля, воскресенье, «Мастстарт». В соревнованиях приняли участие 77 спортсменов из 17 регионов. Считанные мгновения до открытия сегодняшнего дня, друзья. Итак, все, внимание на Виталия Адрова. Главного судил сегодняшнее соревнование. Ну и как по-другому не может быть, я замираю. И прозвучал тот самый залп. 10 километров, два круга, четыре огневых рубежа. С первых метров высокий темп и напряженная борьба. Спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярского и Алтайского края, Амурской, Саратовской, Московской, Новосибирской, Ульяновской, Рязанской, Тюменской, Томской и Омской областей. Большое количество спортсменов, угла сотни, приняли участие в этом этапе Кубка России по биатлону серии «Мастерс». Поэтому сейчас зовем всех, зовем всех, не только участников, но и зрителей, поддержать, поаплодировать, приходить добрыми овациями, улыбками наших призеров сегодняшнего дня. Рязанский спортсмен Алексей Сидоров завоевал серебро в возрастной группе 35-39 лет. Алексей Пчелкин занял третье место в возрасте 55-59 лет. Общая фотография, дорогие участники этапа Кубка России по биатлону серии «Мастерс». Приглашаем всех на прекрасную, историческую, очень важную, для кого-то войдет в историю. Друзья, улыбайтесь не только на пьедестале, а как можно чаще в своей жизни. Ставьте все новые и новые личные рекорды, и не только. И поднимем руки повыше, потому что на биатлонном комплексе «Алмаз» мы всегда рады видеть вас. Ура! 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 Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова